Синдром диабетической стопы Сегодня мы поговорим о очень важной, очень опасной форме этого состояния, а именно о ишемическом поражении нижней конечности. И наша встреча совершенно не случайна, потому что вот буквально в конце прошлой недели знакомые обратились ко мне с просьбой о помощи, потому что уже в течение трех с половиной недель муж, собственно говоря, дамы, которая ко мне обратилась, наступив на гвоздь и посетив несколько медицинских учреждений, в общем, не видит не то, что какого-то улучшения, а просто видит ухудшение своего состояния. И когда этот человек поступил к нам в Ильинскую больницу, мы увидели такое классическое достаточно поражение нижней конечности, в данном случае пальца. И самое печальное, что даже простыми, как мы говорим, пропедевтическими приемами, определение пульсации периферических сосудов, я уже не говорю о более серьезных, проверка насыщения кислородом тканями, все это показало нам, что явно кровоток очень-очень плохой. И, скорее всего, это, в общем, тот фрагмент вашей работы, который вы традиционно выполняете здесь, в Ильинской больнице, восстанавливая эндоваскулярными методами кровоток. Напомню очень коротко, эндоваскулярные методы лечения, это, как вы в прошлый раз говорили, лечение сосуда изнутри, это проникновение в сосуд через маленький совершенно разрез и восстановление кровотока путем установки, ну, скорее всего, стентов, да, специальных расширителей, которые позволяют вот в данном случае тот нарушенный кровоток, который есть, полноценно или практически полноценно восстановить. И на всем протяжении сосудистого русла, неважно, шея ли это, сердце ли это, ноги ли это, в общем, вы везде можете так или иначе улучшить кровоснабжение тканей. Сергей Анатольевич, вам слово. Здравствуйте, во-первых, и хочу полностью подтвердить слова, вы абсолютно правы, это действительно очень грозное осложнение. Это осложнение так и называется, ишемия, угрожающая конечности, то есть она угрожает ноге. А чем она угрожает? Потери ноги. Самое грозное осложнение при диабетической стопе – это ампутация. То есть ситуация, которая приводит к потере нижней конечности, к потере ее опоры, опорной способности. И у пациентов, болеющих с сахарным диабетом, очень важно обращать внимание на ноги. И если там возникает даже небольшая рана, и которая не заживает хотя бы там неделю или даже пять дней, здесь надо обязательно обратиться к врачу. И первый врач, который это будет, это будет эндокринолог, который знаком с синдромом диабетической стопы. Ну, наверное, напомним, да, что синдром диабетической стопы – это в первую очередь язвенно-некротическое, давайте так скажем, просто повреждение тканей стопы, хотя в принципе к синдрому же диабетической стопы может и относиться настолько выраженная деформация космосуставного аппарата, перестройка его, которая повышает, существенно повышает также риск развития этих самых язвочек из-за механического трения или каких-то других причин. И традиционно мы поражение на стопах у пациентов с сахарным диабетом делим на две категории. Это поражение связано непосредственно с нарушением чувствительности, и вот здесь именно механическая травма, как правило, является одной из ведущих причин. И поражение ишемическое или нейро-ишемическое, то есть когда в разной степени сниженная чувствительность, а также и трофическая, то есть питательная функция нервострадающейся, сопровождается тромбозом или очень выраженным снижением кровотока. В любом случае в этой части ноги количество кислорода и питательных веществ резко сокращается, и, собственно говоря, все процессы заживления либо не идут вообще, либо идут крайне-крайне медленно. Вот можно вас попросить, может быть, чуть-чуть с позиции хирурга еще добавить или охарактеризовать вот эту форму, ее специфику? Как эта нога обычно выглядит? Как она болит или не болит? Часто она болит, и особенно болит ночью и нарушает сон у пациентов. Это очень грозный симптом, который подталкивает нас к достаточно срочным действиям с этой ногой. Но при выраженной нейропатии, потере чувствительности, нога может и не болеть. Даже при наличии уже гангрены, черного пальца или большой раны на ноге у пациента с сахарным диабетом боли может и не быть. Наличие раны, наличие ворот для инфекции – это тоже очень грозный симптом. И как раз все наше лечение здесь направлено на то, чтобы помочь организму заживить эту рану. Недостаток кровотока как раз и приводит к тому, что сам организм не может доставить туда питательные вещества, доставить кислород из-за поражения сосудов, в частности артерий, и заживить эту рану. И если рана остается достаточно длительное время, это приводит к проникновению туда инфекции из окружающей среды, особенно если не соблюдаются правильные перевязки и так далее. И развитие уже влажной гангрены, и риск потери конечности здесь становится максимальным. И если инфекция проникает, допустим, уже в крупный сустав какой-нибудь, голеностопный сустав, то мы здесь говорим, что такую ногу спасти уже практически невозможно, потому что нога потеряла свою опорную способность. Если это происходит, мы уже говорим об ампутации, о высокой ампутации, которая может выполняться либо на уровне голени, либо на уровне бедра. Но это я захожу уже совсем глубоко, совсем в отрицательную, скажем так, сторону. И повторюсь, чтобы этого не допустить, появление любой раны на стопе у пациента с сахарным диабетом должно подтолкнуть его немедленно обратиться к своему лечащему эндокринологу, который в свою очередь проведет некоторые исследования, например, банальные, это пощупает пульс на подколенной артерии, на артериях голени, на артериях стопы. И если этого пульса нет, можно провести, например, исследование трансплутанное напряжение кислорода, то есть насколько кислород подходит к тканям, или измерить ладышно-плечевой индекс. Есть даже такой достаточно простой метод исследования. И если эти методы показывают значимое снижение артериального давления, например, ниже колена, есть такой показатель, как пыльцевое давление, или снижение уровня кислорода в тканях, то, естественно, эндокринолог тут же должен направить этого пациента ко мне, в частности, к хирургу, как к сосудистому хирургу или эндоваскулярному хирургу. Я, в свою очередь, назначу исследование, которое визуализирует артерии. Наиболее, на лучшее исследование – это компьютерная томография артерий нижних конечностей, где мы можем увидеть полностью поражение, на каком уровне, и спланировать дальнейшее оперативное или хирургическое лечение у этого пациента. Чаще всего это лечение, конечно, эндоваскулярное. Ну вот давайте, наверное, чуть-чуть попытаемся обрисовать портрет пациента, кто в риске синдрома диабетической стопы я буду говорить, а вы, соответственно, если я что-то не договорю, меня поправьте или дополните. Итак, это в первую очередь пациент курящий, хотя этот фактор не стопроцентный, при наличии сахарного диабета и ожирения. Напомним, что само по себе ожирение приводит к нарушениям холестериного обмена, тем самым дислепидемиям, которые способствуют не просто сужению диаметра сосуда, просвета сосуда, но и нестабильной бляшки, которая, разорвавшись, может вызвать тромбирование концевых, особенно веточек сосудов. Вот почему очень часто при ишемической форме синдрома диабетической стопы мы видим, ну, некроз – это омертвление тканей, вот эти вот некрозы акральные, концевые, а иногда даже множественные. Вот посмотрите, сейчас мы подобрали один из слайдов, как поражены пальчики у этого пациента, как, мы видим, формируются уже зоны омертвевшие, точнее, сформировались, и вот это покраснение, это так называемая демаркационная линия, это зона критической ишемии, если сегодня не восстановить здесь кровоток, завтра это все тоже почернеет, и благополучно мы потеряем эту стопу. Итак, ожирение, сахарный диабет, курение, дислепидемия – мощный фактор, плохо контролируемое артериальное давление. Конечно же, когда у человека есть нарушение ритма, или у человека уже были сосудистые катастрофы, мы профилактируем развитие тромбообразования, назначая специальные препараты. Поэтому факт, либо предшествующей ревоскулиризации, либо сосудистой катастрофы, либо нарушение ритма тоже должен быть учтен. Ну, сюда, наверное, только мужской пол еще можно добавить, хотя, наверное, при сахарном диабете нивелируется вот это вот различие. Да, вот у пациентов с атеросклерозом, без сахарного диабета, конечно, там превалирует мужской пол, и особенно курящие пациенты. Особенно курящие пациенты. При сахарном диабете такого различия нет, но курение – это очень плохой прогностический фактор. При первом даже первичном приеме я у пациента, или пациентки сразу спрашиваю, курят ли они. Если они курят, первая рекомендация – это бросать кур. Мы не обсуждаем никогда действия наших коллег, разве что только хвалим их, когда они выполняют свою работу правильно или отлично. Но вот давайте подумаем, а какие традиционные, скажем так, ошибки встречаются в лечении синдрома, ишемической формы синдрома диабетической стопы. Давайте со стороны пациентов с одной стороны, и, может быть, где-то вот, я бы так сказал, не вовремя среагировавший врач с другой. Со стороны пациентов я, наверное, скажу первое – это абсолютно игнорирование чернеющего и, как правило, сильно болеющего, именно я имею в виду болевой синдром, пальца или пальцев стопы. Это первый момент. Это, конечно, очень часто предшествующая до этого перемежающая хромота. То есть, когда человек проходит все-таки какое-то расстояние, либо меньше 200 метров, либо как минимум меньше километра, и возникает боль, которая усиливается, если мы ногу еще немножко поднимем. Нога, как правило, более холодная, чувствительность также снижается. Полное игнорирование, скажем так, диспансеризации и первых вот этих вот проявлений. Итак, палец посинел, палец болит или не палец, пусть это будет пятка, вот как представлено на данном слайде, тоже посмотрите. Менее типичное, но страшное поражение, потому что если сейчас вот в данном случае в патологический процесс будет вовлечена пяточная кость, мы потеряем опору, и нам как минимум надо будет делать ампутацию, ну, в лучшем случае на уровне голени, а то и еще выше. Поражение пятки – это наиболее такое, плохой тоже прогностический признак. Что вот на ваш взгляд, вот не всегда, вы все-таки давно работаете, вы прошли разные медицинские учреждения. Вот где наши медицинские слабые, назовем так, точки принятия решений, которые может быть сам уже знающий теперь пациент с сахарным диабетом, должен и знать, и настоять на том, чтобы врач сделал следующий шаг. Не то, что у меня посинел палец, вот вам левый миколь, мажьте и идите. Ну, я утрирую, конечно. Вы абсолютно правы. И здесь бы я хотел выделить как раз, скажем, ну, наверное, две самые главные ошибки в лечении этих пациентов. Может быть, и со стороны пациентов, но чаще эти ошибки делают как раз врачи, к которым обращаются эти пациенты. Первое, скажем так, первое направление этой ошибки – это несвоевременная выполненная ревоскулиризация. То есть, когда мы имеем почерневший палец, большую рану на стопе, и затягивается время ревоскулиризации, крайне повышается риск потери этой ноги. Это одно направление. То есть, любой эндокринолог, который работает с диабетом, который работает с синдромом диаптической стопы, должен понимать и вовремя направлять больных на ревоскулиризацию. Именно вовремя. Конечно, есть случаи, когда рана небольшая, и можно даже долго достаточно заживить, и заживить эту рану, то есть без выполнения ревоскулиризации. Конечно, такие пациенты, такие случаи и есть. Но ревоскулиризация в таких случаях при достаточном поражении артерий она выполняет ключевую роль в заживлении и сохранении этой ноги. И вторая ошибка, которую я хотел бы отметить, это, наоборот, направление на ревоскулиризацию, когда ее необходимость не подтверждена. Наверное, так сказать. Действительно, у пациентов бывает перемежающаяся хромота. Они могут ходить 100-200 метров и на это действительно жаловаться. Но при обследовании мы можем видеть, что кровоток в ноге еще скомпенсирован, особенно при длительном стаже сахарного диабета. И даже видя большое поражение артерий, здесь, в таких случаях, не надо выполнять ревоскулиризацию. Потому что более-менее все скомпенсировано. Никаких ран мы на стопе не видим. Имеем только боль в виде перемежающейся хромоты. Таких больных я не ревоскулиризирую практически никогда. Спасибо. Ну вот здесь, уважаемые наши зрители, слушатели, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Да, есть правила ухода за ногами. Отдельно этому будет посвящен небольшой сюжет. Мы будем говорить, как, особенно при сниженной чувствительности, правильно обрабатывать ногти, убирать мозоли и прочее, прочее, прочее. Но не забывайте, что при плохом исходно кровотоке вот все эти повреждающие моменты, которые могут присутствовать, механические моменты, они, к сожалению, действительно открывают так называемые ворота для инфекции. Инфекция может проникнуть в организм. То, что вы говорили. Более того, опять же, не забывайте, что при плохом кровотоке как раз плохая заживляемость раны и является причиной того, что шанс на проникновение инфекции, закрепление инфекции резко повышается. Поэтому, конечно же, любой врач, когда общается с вами и вы предъявляете соответствующие жалобы на потертости пальцев или, не дай бог, на ранку, просто обязан узнать, а вообще, что с вашими сосудами происходит, опросив вас и соответствующим образом осмотрев. Я взял один из крайних вариантов, почерневший синий палец, который сухой, который пока не инфицирован и который, в принципе, очень легко вот эту фалангу пальчика, например, концевую удалить. Но вот здесь, опять же, что является очень-очень важным и о чем мы забываем. Кажется, ну подумаешь, сухая гангрена. Я убрал эту гангрену, образовался раневой дефект. Я даже вспомнил, что есть антибактериальные препараты и назначил их, и на этом пациента отпустил. Но ведь что мы забыли в этой ситуации? Мы забыли, что причина синего пальца – это тромб, что, по всей видимости, в этом сосудике было сужение, нет никакой гарантии, что выше также нет сужения и кровоток, как вы говорите, скомпенсирован, он, скорее всего, плохо скомпенсирован. И в данном случае, открыв раневой дефект, вот как раз самое страшное, что может быть, инфекция мягкие ткани и уже не сухая, а быстро распространяющаяся вверх влажная гангрена, вот это, мне кажется, я в данном случае не страшилки говорю, а это, к сожалению, до сих пор относительно типичная ситуация, порой в муниципальном звене. И вот... Абсолютно правы. Как раз об этом я и забыл сказать. Прошу прощения. Это как раз третье направление ошибок, которые могут делать врачи. То есть, имея небольшой некроз на пальце, не проверив кровоток в этой ноге, иногда врач-хирург удаляет этот палец или удаляет фалангу пальца, мы получаем большую раневую поверхность. При нарушенном кровотоке это приводит только к расширению раны, что крайне отрицательно сказывается на дальнейшем лечении. И опять же, я повторяю, всегда к сохранению или спасению этой ноги. И когда такое происходит, мы всегда говорим уже не просто даже о сохранении, а о спасении ноги. Ну, Сергей Анатольевич, вам знаете, еще огромное спасибо за ту фразу, которая прозвучала несколько минут назад. Когда я проверяю кровоток и даже на фоне перемежающей хромоты вижу относительную компенсацию, я, послушайте, хирурга, не берусь оперировать, потому что в данном случае на сегодняшний день это не целесообразно делать. Но мне кажется, эту фразу надо повернуть и в другую сторону. И тем не менее, когда мы подозреваем нарушение кровотока, будь то перемежающая хромота или множественный атеросклеротический процесс, особенно с симптомами, конечно, с симптомами. Я уже не говорю о почерневшем пальце. Вы являетесь не просто членом команды, а одним из ведущих членов команды. Потому что далеко не всегда эндокринолог на рабочем месте может посмотреть транскутанное напряжение кислорода. Далеко не всегда у нас под рукой есть доплер, чтобы четко сказать, насколько пульсация, ну, скажем так, критично снижена. И вот мне представляется, что вот как раз вот этот командный подход, раневой дефект на стопе у пациента, обязательное участие в той или иной степени, конечно, эндоваскулярного хирурга или специалиста по эндоваскулярной хирургии, вот это крайне-крайне важный этап любого диагностического поиска и лечебного процесса, когда мы говорим о раневом дефекте на стопе. Ну, мы много уже говорили о факторах развития ишемического повреждения сосудов, поэтому, наверное, сейчас об этом нет смысла повторяться. Мне очень хотелось бы, уважаемые коллеги, чтобы ваши сосуды были максимально интактны, максимально здоровы, и чтобы та тема, о которой мы сегодня говорили, которую мы поднимали, не касалась ваших близких, ваших знакомых, но, к сожалению, жизнь есть жизнь, и в том числе и здесь, в Ильинской больнице, мы достаточно часто сталкиваемся с такими пациентами. Может быть, к окончанию нашего сегодняшнего короткого эфира вы пожелание или какое-нибудь резюме для наших пациентов сделаете? А я еще раз напомню, с нами был эндоваскулярный хирург, руководитель отделения Ильинской больницы доктор Терехин Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, вам заключительное слово, если можно. Ну, я пронесу короткое заключительное слово. Ну, наверное, во-первых, если вы курите, бросайте курить. И второе, если вы болеете сахарным диабетом, то почаще ходите к врачу. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова